В эти дни все охвачены предновогодней лихорадкой. Какую выбрать праздничную елку? Натуральную или искусственную? Как без последствий для фигуры пережить бесконечную череду новогодних застольев? Расскажем об этом и не только. Сегодня в программе «Народный контроль». С вами Жан Саяку Жахметова. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. Украсить дом, накрыть праздничный стол, купить подарки. Вот стандартный список дел большинства казахстанцев канун главного зимнего праздника. И, казалось бы, первый пункт самый простой. Что может быть проще, чем украсить жилище? Яркая мишура, гирлянда и, конечно же, символ праздника – новогодняя елка. Но какая? Необычное предновогоднее журналистское расследование провела моя коллега – Асель Жан Барше. Сегодня она в студии. С наступающим, Асель. И тебя с наступающим, Жан Сая. Итак, Асель, тебе сегодня предстоит разрешить спор из серии. Что появилось раньше – яйцо или курица? Только вот под Новый год объектом дебатов становится елка. Настоящая или искусственная? Ты права в том, что это противостояние бесконечно. Каждый год в конце декабря начинается главный спор между экологами и экологами. Это как? А кто, по-твоему, выступает против вырубки леса и призывает всех покупать искусственные елки? Ну, тут-то все понятно. А другие экологи за что борются? Они не хотят в новогоднюю ночь слышать запах пластмассы. И вообще они против любых нефтехимических продуктов. Они за все натуральные. И правда, мозг ломается. Даже не знаю, кого из них я теперь поддерживаю. Надеюсь, мой зеленый хвойный репортаж поможет сделать тебе выбор. Юка, давай вот эту игрушку повешаем сюда. Давай. По традиции, в канун Нового года в доме Кольжановых украшают елку. Но не из леса, а искусственную. Домочатцы говорят, что пластмассовый символ праздника куда практичны в применении. Не требует определенного ухода, как настоящее дерево. Да и к тому же экономит семейный бюджет. А ощущения праздника ничуть не меньше. Например, если покупать живую елку, это расходы раз. Каждый год покупать новую живую елку. Второе, это нужно какую-то подставку под нее. Далее убирать. Это уборка. Это запах. Однако, даже если искусственная елка произведена по самым высоким стандартам качества, все же она сделана из пластика с использованием химических соединений, которые не всегда могут быть безопасными. Так считают экологи. Тем более в закрытом помещении. И могут быть, скажем так, и отравления, и аллергия, и другие виды болезней. Хвойным ароматом наполнить дом может только настоящая лесная красавица. Для многих это обязательное условие празднования Нового года. Правда, хлопот с натуральной елю больше. Поэтому эксперты рекомендуют прибегать к простым хитростям. Вот смотрите, вот елочка, вот видно, да, что она уже немножечко желтеет сверху. То есть мы можем ее поставить в воду. Можете набрать, ну, я не знаю, ведерочко воды, поставить ее прям в воду. И в течение двух дней где-то она у вас сразу позеленеет. А вот защитники природы считают кощунством ради нескольких праздничных дней рубить целое дерево. Ведь леса в Казахстане занимают всего около 4% территории. Поэтому если и приобретать живую ель, то только выращенную в специализированных питомниках. Если посадить во дворе, либо же посадить возле дома, ухаживать за ним, ну, это от него и для природы, и для эстетического характера, в принципе, пользы достаточно. Вот так и получается, что искусственная ель может быть небезопасной для здоровья, а настоящую рубить жалко. Так как же быть? Выход есть. Альтернативу предлагают ботаники. По их словам, символом Нового года может стать любое хвойное дерево, выращенное в горшке. И хвойный аромат в доме, и рубить дерево не нужно. Такая зеленая красавица украсит любой новогодний вечер. А в столице Казахстана, конечно, не все так масштабно, зато по-настоящему празднично. Главное, зеленая красавица расположилась на левобережье города, а точнее, в экспогородке. Ее высота больше 25 метров, а украшают ее сотни игрушек и гирлянд общей протяженностью 4 километра. А чтобы елку не снес суровый столичный ветер, в ее основание положили специальный утяжелитель. Свежий хвойный аромат и никакого ущерба природе. Действительно, живая елка в горшке – идеальное решение. Теперь пора составлять меню. Нужно решить, какими яствами удивлять домочадцев и гостей. Многие шутят, что после новогоднего застолья нужно покупать одежду на размер больше. Ну, как в такой праздник можно не соблазниться на щедрые угощения? Даже, Саша, моя коллега Александра Меличкина решила до мелочей изучить праздничный стол новогодней кухни. Вот бы кексы, эклеры и печенье превратить в продукты для похудения. Но я слежу за фигурой, поэтому сегодня обойдусь яблоком. Категорически с тобой не согласна, Жан-Сая. Почему сразу мечта? Вполне реально превратить все мучное, что у тебя на столе, в низкокалорийный продукт. И тут не обязательно питаться одними лишь яблоками. Пообщавшись с диетологами, я узнала один секретный ингредиент, о котором расскажу в конце своего сюжета. Но для начала давайте определимся, нужно ли нам и нашим телезрителям худеть. Ну вот, Саша, скажи мне, пожалуйста, а можно помимо весов, зеркала, как-нибудь по-другому это проверить? Как оказалось, да. Вместе с экспертами я разобрала по полочкам самые топовые диеты, эффективные упражнения и развеяла мифы о пользе похудения. И все это специально для того, чтобы встретить Новый год с правильным весом. Это доходит до такого уровня, когда они начинают ограничивать себя в определенных продуктах питания. Речь идет о тех, кто буквально болеет правильным образом жизни. И это не игра слов. В медицине есть специальный термин – арторексия. Грозит ли вам это? Легко проверить. Есть ли в вашем смартфоне такие приложения, как шагомер, количество выпитой воды, тренировки, счет калорий? Если на все вопросы вы ответили «да», то вам худеть точно не нужно. Вы помешаны на здоровом образе жизни. Это диагноз, который постепенно входит в нашу казахстанскую действительность. Я согласна с тем, что не все продукты питания, которые наполняют наши магазины, пригодны на самом деле для питания. Не все способы хороши и полезны. Но, тем не менее, у этих людей это зашкаливает. Для того, чтобы от этого избавиться, нужно полюбить себя и свое тело, говорит психолог. И даже разрешить себе есть все, не задумываясь о том, что вкусный праздничный стол грозит ненавистными лишними килограммами. И это не шутка. Отслеживайте свои ощущения, для того, чтобы не привести к вот такой картине. Когда в новогоднюю ночь, перед новогодней ночью у меня был какой-то определенный дефицит, у меня была диета, для того, чтобы я была прекрасна в новогоднюю ночь. И вот наступил этот чудесный праздник, и теперь я понимаю, что мне можно все. Я разрешаю себе праздновать. Тогда, когда я разрешаю себе праздновать, здесь появляется очень много еды. Вот здесь, как правило, идет самый большой пик набора лишнего веса. После этого у человека возникает чувство, что нужно себя ограничить в еде. Он снова попадает в этот дефицит. И так по кругу. Эффективности ноль. Само собой, все начинается с головы, но метод довольно-таки трудный. А праздник уже на носу. На помощь может прийти антицеллюлитный крем. Вы не ослышались, они действительно помогают. Главное, правильно их выбрать и пользоваться. Антицеллюлитные крема, которые надо использовать не только нанесением, а, например, массажными движениями. Так ты нанес и забыл. Надо, если нанес, то промассировать, все хорошо обработать и какое-то время походить с этим кремом. Чем вы можете помочь реально? Это адекватное питье воды. Это витамины. Конечно, фрукты, овощи. А спорт по-прежнему никто не отменял. Это еще один пункт к стройности в кратчайшие дни. Альтернативный вариант – ходить пешком. Как можно чаще. Понятно, что от 10 лишних килограммов за пару дней не избавишься. Но эти советы от тренера уж точно помогут не наесть лишнее за столом. Я вам посоветую применить такую небольшую хитрость. Прежде чем собираясь на праздник, покушайте дома правильную еду. Больше времени танцуйте. Участвуйте в конкурсах, играх. Продукты, от которых резко поправляются, за раз не перечислить. Это и фастфуд, и сладости, и консерванты. А есть те, от которых нам кажется, что мы никогда не наберем вес. Они-то на новогоднем столе будут обязательно. Соленые огурцы. На 96% состоят из воды. Казалось бы, самый безобидный продукт. Но их чрезмерное употребление может вызвать задержку воды в организме. А это лишние отеки. Острые корейские салаты. Их нельзя людям с проблемами желудка и желчного пузыря. Всеми любимый салат оливье. Практически все ингредиенты – калорийная бомба, заправленная майонезом. Именно эти блюда тренеры рекомендуют исключить из праздничного рациона. И в конце, как и обещала, секретный ингредиент, который поможет снизить калорийность любого продукта. В любимые шоколады, печенья, а также любые другие сладости, которые вы предпочитаете, нужно добавить лишь отруби. Ученые доказали, что они помогут снизить калорийность любого продукта. А это значит, что добавление их в новогоднее меню позволит вам выбрать платье на размер меньше. Вкусного и полезного Нового года! А что делать тем, кто не хочет или не успевает сам накрыть на стол? Идет в гости? Или еще интереснее – в ресторан? Но вот только всех ли гостей способны встретить увеселительное заведение? Я сейчас говорю не о количестве посадочных мест или стоимости бронирования. Насколько такие места доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья? Это решила выяснить моя коллега, ведущая рубрики «Контрольный визит» Екатерина Парафеева. И сейчас она на связи с нашей студией из Алматы. Здравствуйте, Екатерина! С наступающим праздником вас! Здравствуйте! И вас с наступающим Новым годом! Екатерина, а тяжело ли было найти такое заведение? Да, к сожалению, у нас не так много ресторанов, готовых принять людей с ограниченными возможностями, но таковые есть. В преддверии Нового года я решила съездить на проверку. И вот, что я выяснила. Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Парафеева, и это рубрика «Контрольный визит». Наша цель – проверить на доступность различные объекты общества для людей с ограниченными возможностями. В преддверии Нового года мы решили узнать, насколько доступны увеселительные заведения для людей с ограниченными возможностями. Ну что, начнем проверку? Поехали! Давайте попробуем договориться для начала. Я выписала несколько номеров. Попробуем позвонить. Извините, к сожалению, наш ресторан не оборудован для людей с ограниченными возможностями. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Мы обзвонили больше десяти увеселительных заведений Алматы, но везде мы слышали только отказ. Но сдаваться не в наших правилах. И, как оказалось, не зря. Алло? Алло, добрый день, девушка. Меня зовут Екатерина Парафеева. Я бы хотела узнать, насколько ваш ресторан оборудован для людей с ограниченными возможностями? Да, у нас это все имеется. Пожалуйста, приезжайте. Мы всегда будем рады вас видеть. Ну, все, здорово. Тогда спасибо большое. Ага. До свидания. Вот мы и нашли ресторан, куда и отправимся на проверку. К сожалению, первый минус – это отсутствие собственной парковки. Нам пришлось оставить машину за пределами территории и добираться самостоятельно. Конечно же, это не очень удобно. Как мы видим, очень крутой спуск. Попросим помощи. Можете помочь, пожалуйста? Без посторонней помощи тут не обойтись. Если были бы поручни, то спуск не был бы таким экстремальным. Пандус мы отлично преодолели первый. Подъезжаем к ходу. Конечно, угол очень крутой, но я попробую самостоятельно забраться. При выезде есть кнопка вызова. Овальный пандус упрощает заезд и выезд на коляске. Сразу при входе расположен гардероб. Едем дальше. Так, здесь мы видим специальную уборную комнату. Давайте проверим, насколько она удобна. Так. Здесь есть специальный поручник, кнопка вызова тоже. В принципе, все удобно, все доступно. В самом здании нам помогла одна из официантов. Девушка убрала стул, что позволило удобно подъехать к столу. Позже нам присоединился администратор ресторана. Назым Калышева рассказала, что гостей здесь не делят. Более того, для людей с ограниченными возможностями предусмотрены скидки. У нас есть специальные скидки для наших гостей. Мы ставим 10% скидку. У нас идет обслуживание по нулевой. У нас средний чек выходит с человека 7 тысяч. Новогодние корпоративные вечера. У нас есть мини-шоу программы. Приятное заведение, дружелюбная атмосфера, очень заботливый персонал. Все, что нужно для хорошего вечера. Ну что, в целом проверка пройдена. Как оказалось, достаточно сложно сегодня найти ресторан или кафе, удобным действительно для человека с ограниченными возможностями. Это касается всего. И кнопок вызовов, и наличия пандуса, специальных уборных комнат. Конечно же, это все является проблемами для посещения человека с ограниченными возможностями в кафе или ресторанах. Это была рубрика «Контрольный визит» и я, ведущая Екатерина Парафива. Увидимся в следующих выпусках программы «Народный контроль». До свидания. Подготовка к встрече Нового года в самом разгаре. И еще столько предстоит сделать. В следующей программе вы узнаете, как правильно выбрать новогодние петарды и фейерверки. Что дарить родным, друзьям, коллегам и второй половинке. Как накрыть изысканный новогодний стол, потратив минимум денег. Не пропустите, будет очень интересно. С вами была команда «Народного контроля». Встретимся уже очень скоро, как обычно, на телеканале «Хабар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин